Девушки отдыхают Сегодня сдачи детского инновационного центра Я в курсе Вы решили это отпраздновать? Ну, мы же курировали этот проект Я подумала, почему бы от нашего шелест-консалта Не подарить что-нибудь эдакое Инновационное Незабываемое Я купила вот этого медведя А почему через окно? Экономлю рабочее время Я забыла пропуск А у нас новый охранник не пускает меня Когда успокоитесь, Ракитина Зайдите ко мне в кабинет Войдите Лариса Ивановна Медведя отправили Произвел фурор Рада за него А вот вас, Ракитина, порадовать не смогу Вы готовили пиар-компанию для банка Андроник Я? Так вот Из-за вас теперь у нас море проблем Шеф в ярости Почему? Они были довольны? Были Пока не увидели, что вы натворили Ваша вечная ажитация до добра не доводит Что я натворила? Вы раскрыли строго конфиденциальную информацию О пяти коттеджных поселках Якобы принадлежащих банку Да, но я... Да никто вам не давал на это санкции В банке считают, что это нанесло ущерб Их репутации Требуют возмещения Послушайте, я... Я уже наслушалась Шелест рвет и мечет Лариса Ивановна... Что Лариса Ивановна? Он приказал вас уволить Как это уволить? Вот так, прямо с понедельника И скажите спасибо, что по собственному желанию Я ничего не разглашала Я могу это доказать Я сейчас сама пойду к Шелесту и все ему объясню Его нет Он был на работе только час Злой как черт Дал указание и укатил Куда? Не знаю Но на следующей неделе его не будет Так что... Пишите заявление Я не буду У меня мама в больнице Вся моя зарплата уходит на ее лекарства Ну а я что сделаю? Давайте позвоним Шелесту Не тушу вольте Мне хватило сегодня Лариса Ивановна, я вас умоляю Я никуда не выйду из этого кабинета И писать тебе тоже ничего не буду Это приговор моей маме Ладно Что могу Знаю, что секретарь заказывала ему вчера каюту Круиз на Валаам Отправление в шесть Теплоход Ярославна Успеешь купить путевку, у тебя есть шанс Теплоход? Нет Терпеть не могу У меня морская болезнь Как хочешь Тогда пиши Начинается посадка Теплоход Ярославна Отправление в 17 часов 15 минут А сколько у нас пассажиров? 143, кажется Молодежь, глянь Ну плюс еще 36 Прошу на борт, аккуратнее на трапе Добрый день Здрасте Хорошего отдыха Прошу на борт Аккуратнее на трапе Пожалуйста Добрый день Добрый день Добрый день День добрый Добрый Просите, вы Ярослав Ветров? Да Старший помощник капитана Виктор Тищенко Добро пожаловать на Ярославну Получается, наш корабль Считай, ваш тезка? Не совсем Конечно Простите Пройдемте Покажу ему койоту Хорошего отдыха Спасибо Пройдемте Добрый день Здравствуйте Извините, пожалуйста У меня там сын Одну секунду, леди Пожалуйста Подождите секундочку Он забыл мобильник Я ему кричу-крича Он не слышит Сейчас с вами разберемся Егорова Екатерина Егорова Екатерина Да-да, пожалуйста Да, вижу вас Ваш люкс Ну как Подойдет вам? Да Пойдет Ну и славно От имени командира корабля и экипажа Желаем вам приятного путешествия Спасибо Скажите, а вы правда Известный писатель Мне тут наши менеджеры рассказали Да Круто Хотите книгу подарю? Спасибо Буду почен А может быть вы про наш корабль Роман напишите? Не дай бог Мой жанр Это боевик и детектив А у нас, надеюсь Все будет хорошо Вы передали мою просьбу Персоналу? Не беспокойтесь Никто вас не потревожит Я даже горничную не велел Не то чтобы это каприз Ну, просто хочу Спокойно поработать Конечно Творите от души Да Ну, спасибо Пожалуйста Добро пожаловать на борт Очень хорошо Ваши документы Паспорт Проходите, пожалуйста Хороший выбор Не опоздали? Вы успеваете Добрый день Паспорт, пожалуйста Девушка, у вас все хорошо? Да, да, все в порядке Спасибо Скоро будет веселение Можно будет ключи получить на сессии Хорошо, я подойду обязательно Паспорт Морозова Наталья Сейчас мы вас встретим Нет, ну это нормально Я целых два часа Тебя набирают и трубку не берешь Я думала, ты вообще не приедешь Прости, пожалуйста Очень много работы было в офисе Ну, конечно Пойдем Осторожно Добрый день, леди И молодой человек Здрасте Очень хорошо Вы наши последние пассажиры Желаем вам приятного отдыха Спасибо Прошу на борт нашего лайнера Сергей Николаевич Я Ракитина Из отдела рекламы и маркетинга Вы меня сегодня уволили И что? То, что я хочу объяснить Что я не виновата Что у меня есть доказательства И готова это сделать прямо сейчас Потому что мне не хочется Плыть на этом теплоходе Послушайте, а мне хочется Плыть на теплоходе Отдыхать А все вопросы решать В офисе В рабочее время Вы почему здесь сейчас? Да потому что вас сегодня Не было в офисе Вот мне пришлось сюда бежать Ах, даже так? И где ты, интересно, был? С кем так честно общался Что даже трубку вырубил Послушай, не начинай Может, ты мне замену нашел? Так и скажи Может, вот эту? Ну... И давно это у вас? Не говори ерунды У меня действительно была У меня была конфиденциальная встреча Почему я должен об этом рассказывать? Потому что ты врешь постоянно Как заведенный Так, все, хватит Достали эти твои конфиденциальные встречи Плыви давай в туман Кристина, подожди Кристин Ребят, подождите секундочку Не можем, уже все Бываем Чемодан! От 20.00 Вас приглашаем на верхнюю палубу В ресторан Где вас ждет живая музыка Да, все в порядке Отошли А почему ты мне сообщаешь именно сейчас? Ой, господи Вам плохо? Нет, нет, ничего Все в порядке Сейчас поднимитесь в номер И отдохните Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте Ой, как удачно Проводите, пожалуйста, бабушку У вас один номер Да, конечно Если нужно как-то помочь У меня есть лекарства Все необходимые Нет, нет Спасибо большое Да, точно? Хорошо, я возьму Спасибо 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 Да не тяжелый рюкзак Я бы сама донесла Ничего страшного Нам туда? Да Здрасте Здравствуйте Скажите, а ресторан у вас где? Наверх по лесенке Верх по лесенке Хорошего вечера И, кстати, у нас сегодня живая музыка И много красивых девушек Да Я уже заметил Спасибо Эй, ты чего? Так, показалось что-то Какие проблемы? Я разрулю, ты меня знаешь Знаю Ладно, расслабься Все нормально А когда у них там живая музыка, а? Вас, значит, Лика зовут? Да А меня Мария Савишна Очень приятно Ой, а мне это уж как приятно Я ведь схитрила чуть-чуть Господи, меня прости Как схитрили? Забронировала двухместный номер А в последний момент купила одно место Ну, хотела на отдельной каюте сэкономить Но я теперь не в претензии Такую соседку Бог послал Вы пейте, пейте чайок Он у меня на семи травах настоен Ой, очень вкусно Ой, а полезно как Давно я собиралась на наш северный Афон Да все никак То времени нет, то денег, то болею Ну вот, наконец все сложилось Наконец-то Да А вы что, так скоро-то собрались? Да, я по делу Вижу, глядя на вас не по-веселому А вы лучше отдохните Сегодня в ресторане танцы Я по радио слышала Ой, Господи Вы как себя чувствуете? Все хорошо? Может быть, таблеточку? Нет Для нас, стариков, самое лучшее – это сон Так что я на боковую А вы идите, развейтесь Может, судьбу свою встретите? Да мне бы начальника своего встретить Приятная музыка, правда? Да, пойдет Очень обидно Что? Впервые в жизни я встретил такую девушку С которой можно протанцевать всю ночь И вас это как-то расстраивает? Нет Просто надо работать А, вы из команды корабля? Нет Я писатель Вы писатель? Да Так, и что же вы пишете? Макулатура в дорогу называется Детективы Ну, зачем так? Хороший детектив – это всегда интересно Мне уже нет Слушайте, хотите, я открою тайну? Ой, пожалуйста, давайте без тайн Потому что меня уже обвиняют в разглашении на работе Нет, слушайте, у меня все гораздо проще Я иду на круизе, чтобы написать большой исторический роман О русском севере Именно в круизе, на Ярославне А, кстати Я Ярослав Очень приятно, Лика Очень приятно Ну, что же, Ярослав, я желаю вам удачи Ммм, спасибо Знаете, я дал себе зарок Надо написать первые двадцать страниц здесь Это будет очень сложно, но Понимаю, я постараюсь вам не мешать Да нет, вы мне не мешаете Представляете, сейчас позвонил издатель И сбил с настроем Пришел сюда развеяться Ну, я вот тоже пришла развеяться А что с вами стряслось? Да, меня уволил сегодня начальник Да так, даже не захотел выслушать Просто так взял и уволил Ничего себе И как зовут вашего начальника? Фамилия его Шелест Шелест Расскажите еще что-нибудь о нем Ну, это Макровый нарцисс О! Эгоист Он свою фирму назвал в честь твоего имени Шелест Консалт Угу Пошлость Да Я знаю, что надо сделать Я опишу его в своем романе Злодеем Да, давайте Это очень будет здорово И обязательно припишите туда Самые жуткие вещи, которые может совершить человек Хорошо И когда будете описывать Пусть там будут у него очочки Которые ему совершенно не идут Хорошо Идет Здорово Лик, может пройдемся? Душно Хорошо, я не против Да Так, где присядем? А прямо здесь Давай, те Те Присаживайся Итак, Лика Что же мы будем пить? Белое или красное вино? Может быть шампанское? Ой, нет, я ничего Я просто наглоталась таблеток от морской болезни Да? Да Ну ладно, я тогда за вином Хорошо А вы никуда не уходите Я здесь Хорошо Сергей Николаевич Опять вы Простите меня, пожалуйста За то, что произошло при посадке Послушайте Вы сегодня сделали все, что могли Вы устроили скандал с очень важными партнерами Вы испортили лично мне отдых Скажите мне Что я должен сделать Для того, чтобы вы сегодня спокойно спали? Я не буду сегодня спокойно спать Пока не объясню вам Что я не разглашала никакой секретной информации Про Андроник Ну да, они сами взяли и сбесились Да они сами раздавали интервью направо и налево Про эти коттеджные поселки написано в региональной прессе Да это вся эта информация в открытом доступе У меня даже распечатки имеются Давайте, давайте ваши распечатки Хорошо Давайте У вас все в порядке? Да, все в порядке Может быть официант? Нет, спасибо Медведь Маруся, вы с ума сошли? Боже мой, это... это чек за медведя Мы сегодня дарили на открытие детского центра Очень трогательно Ну да, я забыла Не те бумаги взяла Я вместо распечатки взяла этот чек в бухгалтерии Ракитина, вы не профессионал Меня не удивляет, что таких пиарщиков, как вы Такая информация уходит Сергей Николаевич Все, прекратите Я не хочу вас больше видеть Не преследуйте меня Пришлось отставить дикую очередь, чтобы этот десерт достался вам А знаете, я, пожалуй, выпью виски Ага, интересный поворот сюжета Лика, спасибо за... за прекрасный вечер Да, и вам спасибо, Ярослав Давайте я вас провожу Нет, что вы, я и сама дойду А вам напоминаю про ваш зарок Мм, да Двадцать страниц, помню Да Ну что ж, до завтра До завтра Мария Савишна Мария Савишна Боже мой О, боже Врача! Бедная вы, бедная Поехали отдохнуть А тут такое Да она же вроде неплохо себя чувствовала Мы сидели, чай пили Ну, возраст такой Сегодня хорошо, завтра плохо Ну, к сожалению Ну что На девяносто процентов инфаркт А на десять? Да мало ли у стариков болезней Так, ладно Вы оба бегом за носилками на берег Скорая уже подъехала Благо мы в Романовке Здесь причал подходящий Надо вынести тело, пока все спят Хорошо Так, Светлана Викторовна Вы закройте, пожалуйста, каюту И займитесь пассажиркой Да, конечно Да, конечно Да, конечно Да, конечно Холодно? Немножко Немножко Знаешь, а матросы сказали Тобака-то в зеленом была Что? Ну как, мой дед говорил Что зеленая на корабле К несчастью Да ну, бред какой-то Дед пошутил, небось Вот тебе и в голову сбрело Мой дед вообще-то был из поморов И про море знал все Ну, а мой дед по черному морю ходил И ни разу такой ерунды не говорил Знаешь что, Чищенко? Валь Товарищ капитан Только что получил бумаги Из транспортной полиции Результаты вскрытия погибшей Кузьминой Ну что, там все-таки сердце? Да Фельдшер был прав Инфаркт Но это еще не все Вам стоит взглянуть Да ладно Не может быть Сергей Николаевич Я понимаю Вчера произошла Очень неприятная ситуация С документами И не только Я понимаю Я испортила вам отпуск Но это не дает вам никакого права Так обращаться с людьми И как с бесчувственными куклами Даже преступнику дают возможность оправдаться А я ни в чем не виновата Пожалуйста Хорошо Я вам обещаю Возвращение из круиза Заняться вашим вопросом Но я думаю Ничего хорошего вас не ждет Как по возвращении? А до этого мне что Уходить уволенной? Сергей Николаевич У меня мама в больнице А тут еще Соседка по каюте умерла Послушайте, Ракитина Знаете, чего я не люблю? Когда начинают на жалость давить Да я ни в коем случае не давлю На жалость Я просто пытаюсь вам Объяснить свою ситуацию Чтобы вы меня услышали Приятного аппетита Старший помощник капитана Виктора Тищенко Пройдемте к капитану Хорошо, я подойду Но чуть попозже Нет уж, сейчас Хорошо О, Вить Тебе щи отложить? Вчерашнее Вкусный, вкусный, нормально Давай Спасибо Вот Станислав Петрович Привел Проходите Что-то случилось? Как представитель власти На вверенном мне судне Я должен задать вам Несколько вопросов Присаживайтесь Спасибо Точнее вопрос один Какие препараты Вы давали своей соседке По каюте? Я ей ничего не давала А в чем дело? Дело в том, что с берега Прислали заключение экспертов Вскрытие тела Кузьминой Показало, что ее смерть Не была естественной Она получила инъекцию Смертельной дозой клофелина Что? Поэтому я повторяю свой вопрос Какие препараты Вы вводили Кузьминой? Я ей ничего не вводила И препаратов никаких не давала И инъекций тоже не делала Весьма сомнительно Администратор на рецепшене Слышала, как вы говорили о том Что у вас с собой много лекарств А следователь на берегу Выяснил, что у вашей мамы Больное сердце И вы умеете делать уколы Маму, пожалуйста, не трогайте Она в больнице И она здесь вообще ни при чем Вашу маму никто не беспокоил И тем не менее Расскажите мне, пожалуйста Как было дело? Ну как? Мы... Мы сидели, пили чай Мария Савишна угощала меня Чаем На травах Все Потом она легла спать А я пошла в ресторан Товарищ капитан Ну Нашли что-нибудь? Каюта осмотрена Присутствие понятых Шпильцов не найдено Ну вот, видите Но в рюкзаке у гражданки Кое-что нашли Именно в пакете С лекарствами Ну остальное, видимо За бортом Ну и вот кто тебя просил Это делать? Я же тебе говорила Не надо Я тебя умоляла Ты как... Что теперь будет? Да ладно Ты не загоняйся Сама она напросилась И вообще она тебе кто? Никто Никто ничего не узнает А если что Мы не при делах Не бойся, слышишь? Я же с тобой Зачем? Зачем мне было ее убивать? Я ее видела Первый раз в жизни Послушайте Даже я не верю в то Что такая девушка Как вы Могла совершить Предумышленное убийство Вот даже Даже от улик Толком избавиться не сумели Да что вы такое говорите? Это же бред Послушайте Успокойтесь Все что произошло Это не ваш злой умысел Ну так бывает Хотели помочь Но навредили Даже у врачей случается Скажем так Переоценили свои Медицинские способности Не рассчитали дозу Да это ужас какой-то Это просто Просто сон Я сплю Ну хорошо Давайте рассуждать Вы сделали укол Пошли на дискотеку А когда вернулись Увидели Что ваша соседка Отдала Богу душу Испугались Растерялись Попытались Замять обстоятельства Но поскольку Опыта у вас В этих делах нет Получилось неуклюже На самом деле Такое бывало уже В моей практике Неужели? Да И знаете что? Мой вам добрый сайт В такой ситуации Чистосердечное признание В чем мне признаваться? Ну в чем? Да я маме иногда Делала уколы Это так Я клофелин Никогда в руках Даже в жизни не держала У меня с собой Ни ампул не было Ни шприцов Таблетки Таблетки были Хорошо Тогда сейчас Идите к себе в каюту И поминутно Распишите мне Весь ваш вчерашний день И еще раз Мой вам добрый совет Хорошенько подумайте О чем? Причинение смерти По неосторожности Помощь следствию И чистосердечное признание Это не так Я никому Ничего не причиняла Да Да Действительно Я провел время С очаровательной девушкой Вчера А номер каюты Ее не помните? Звали ее случайно Не Лика? Простите Как вас зовут? Напомните Виктор Тищенко Виктор Дело в том Что до каюты Не дошло Если вы меня понимаете А А девушку действительно Звали Лика Какие-то проблемы? Ну только это Информация разглашения Не подлежит Дело в том Что пассажирка Анжелика Ракитина Подозревается В убийстве Что за ерунда? Она делила каюту Со старушкой А вчера вечером Бабуля умерла Ну думали инфаркт Но вскрытие показало Что ее отравили клофелином И в рюкзаке у Ракитиной Нашли улики Ну Это девушка Убийство Ерунда какая Да мне и самому В это верить не хочется Ракитина Вины не признает Говорит Что ну весь вечер Была на танцах Потом в кафе Да Я действительно могу это подтвердить Да? Да Так оно и было Так вот именно поэтому Я вас и потревожил Ладно Дальше будет полиция разбираться Ну только вы это Никому не рассказывайте об этом Ну чтоб не было паники Среди пассажиров Хорошо? Не беспокойтесь Ничего Никому не скажу Хотя странно конечно Всю жизнь пишу про людей А оказывается Ничего про них не знаю Хотя вы знаете Да Действительно Она была чем-то расстроена Да Я когда принес пирожное Она была чем-то встревожена Странная конечно история Но Анжелика Ракитина Работает в моей фирме Менеджером по Связям с общественностью и СМИ То есть в этот круиз Вы отправились независимо Друг от друга Разумеется А вы с какой целью интересуетесь? Сейчас объясню Одно уточнение То есть с какой целью Он оказался на теплоходе Вы конечно не в курсе Ну возможно для того Чтобы в неформальной обстановке Решить вопрос У нас С ней конфликт по работе получился Но она добилась своего По возвращению с круиза Я собираюсь пересмотреть Приказ о ее увольнении Ну вот похоже Пересматривать не придется В смысле? Перестаралась В плане связи с общественностью Подлечила соседку по каюте И залечила до смерти Тело старушки сегодня ночью Я отправил на берег Извините за беспокойство Всего доброго А погодите А в какой каюте проживает Ракитина? А к ней все равно нельзя Она под домашним арестом Под домашним арестом? В каюте Из которой только что вынесли труп? Послушайте Она не убийца Я Я как ее руководитель Могу за нее поручиться Ну не будет же она До конца рейса сидеть в каюте До прибытия следственной группы По крайней мере Как вы понимаете В этих делах я не специалист Вот и я думаю Что не специалист Более того Это все попахивает Превышением полномочий Вы наверное допрашивали ее Без присутствия адвоката Да? Вещички перетряхнули Я действовал По указанию полиции В присутствии понятых Что это были за понятые? Мы сейчас выясним У моих Юристов Я сейчас с ними проконсультируюсь Послушайте Давайте без лишних скандалов У меня и так голова идет кругом Хорошо Возможно вы и правы Пусть ваша сотрудница Погуляет по кораблю Под вашу ответственность Хорошо Тем более сбежать ей Отсюда все равно некуда Хорошего отдыха Да что же вы опять устроили-то, а? Да что я ничего не устраивала Это просто таблетки от укачивания Какого укачивания? Нас не качает Идите мы лучше погуляйте Воздухом подышите Капитан разрешил А чего это вдруг? Да потому что ваш начальник Такой ему скандал закатил Защищал вас Начальник мой? Шелест? Ну не знаю, шелест-то ну или кто Это может socially Идите мы А ты такой Что-то случилось? Случилось. Ну, во всяком случае, так не переживайте. Легко вам вот сидеть и говорить. Видите ли, как ваше имя? Лика. Очень приятно. Дарья Петровна. Мне тоже. Понимаете, Лика, случаи, конечно, бывают разные. Но поверьте мне, если вы заранее отказываетесь от борьбы, вы заранее отказываетесь от победы. Я даже не знаю, с кем мне бороться. Ну, а что все-таки случилось? Меня обвиняют в убийстве. Прошу прощения. Говорят, что я отравила свою соседку по каюте. Лика, расскажите мне все подробно. На мой взгляд, Санкт-Петербург – один из наиболее красивых городов в мире. Я совершенно с вами согласен. Это европейский город, и я уверена, что ваша работа там будет такой же продуктивной, как и раньше. Милая. Я очень надеюсь на это. Пойдем. Простите, в чем дело? Сэрри! Идем. Ты с ума сошел? Какого лешего ты от меня бегаешь? Битый час мотаюсь по палубам, а ты тут с каким-то гоблином. Это англичанин, архитектор. Я рассказывала ему про Петербург. Значит так, еще раз подойдешь к этому англичанину – убью. Тебе одной смерти мало. Еще хочешь? Закрой урод, дуреха. Вас же подставили. И как долго подставили? Вам могли в рюкзак подсунуть шприц. А так только косвенные улики, понимаете? А кому это нужно было? Вот это главный вопрос. Так надо думать, надо рассуждать. Вчера на палубе я видела одну старушку. Она была очень испугана. Спрашивала меня, не видела ли я детей, но в браслетах. А вы не помните, когда это было? Во время танцевального вечера. А выглядела как старушка? Ну, вот такая классическая старушка маленького роста, в чем-то зеленом, в платке. Господи, неужели это была Кузьмина? Она же вообще спать собиралась. Мы сейчас пойдем с вами к капитану и все это ему расскажем. Это же в корне меняет все, все дело. С вами, с вами все в порядке? Лика, простите, вас не затруднит принести мне стакан воды? Да, конечно. Сейчас, одну секундочку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Товарищ капитан. Это капитанская рубка. Сюда посторонним нельзя. Простите, пожалуйста, я все выяснила. Что именно? Одна женщина, такая красивая дама в зеленом костюме. Она видела Кузьмину живой, когда я уже была в ресторане. То есть, от Клофелина та бы уже давно спала. Значит, инъекцию ей сделали позже. И где эта пассажирка? Не знаю, я не могу ее найти. Как интересно. А фамилия у нее какая? Тоже не знаю. Зовут Дарья Петровна. Посмотри, пожалуйста, в списке пассажиров Дарью Петровну. Нет, не вижу. Но вы повнимательнее посмотрите. Смотрите, три Дарьи, две Петровны, ни одной Дарьи Петровны. Прямо призрак дамы в зеленом. Скажите, а что вы нам еще на сегодня придумали? Ну, чтобы несколько раз не заходить. Что вы, издеваетесь надо мной, что ли? Лика! Я вас искал. Мне сказали, что вас арестовали. Уже нет. Правда, я не знаю, что будет дальше. Я чувствую свою вину. Ну, потому что меня спрашивали, что было в тот вечер, а я... А я сказал, что вы были расстроены. Да, это уже не важно, расстроена или не расстроена. Я не убивала. Более того, я нашла свидетельницу. Свидетельницу? Да. Женщина. Она видела Кузьмину живой, как раз, когда мы были с вами на вечеринке. Правда, вот, куда-то пропала. Пропала, да? Да. Мы сидели с ней, разговаривали на палубе. Она сказала, что вчера вечером видела женщину, похожую точь-в-точь на мою соседку. Я буквально отлучилась на минуту, возвращаясь, ее уже нет. Капитан думает, я либо преступница, либо сумасшедшая. Но я же с ней разговаривала. А вы помните, как она выглядит? Да, конечно. У меня есть идея. Мы, когда пришли на посадку, нас сфотографировали. Да. Теперь эти фотографии висят внизу на рецепшне. Вы там есть, Лика. Может быть, и эта дама тоже? Ну что, Лика, пока не видите? Пока не вижу. Вот она. Вот это она, точно. А я ее, и я сейчас ее где-то видел. Вот, вот она. Вот, да. Тогда я иду к капитану сейчас и покажу ему две вот эти фотографии. Угу, хорошо. Спасибо. А я буду ждать на палубе. Да, да. И что? Ну вот, это женщина. Вот и вот. Что скажете? Не знаю. По списку у меня все в наличии. Я не видел такой женщины на судне. Могу прошерстить, конечно, еще раз. Все каюты, личный состав, но... Когда были сделаны эти снимки? При посадке. Тут и пассажиры, и провожающие. Кстати, обратите внимание. У этой вашей дамы в зеленом нет никаких вещей, кроме сумочки. Значит, кто она? Провожающая. А действительно, одета она не для путешествий. Хорошо у вас фантазия работает. Я бы до такого никогда не додумался. Да чего до такого? Придумать. Таинственную встречу с Дарьей Петровной. А, или это вам ваш писатель подсказал? Его сюда не впутывайте, пожалуйста. Он здесь совсем ни при чем. Ну, как? Не поверили. Сказали, что эта женщина провожающая, и была она только на пристани. Ситуация. Я стращу детективы пачками, но не знаю, чем вам помочь. Нет? Знаю. Пойдемте в кафе. Я вас опять угощу чем-нибудь вкусненьким. Спасибо вам большое. Вы мне, правда, уже очень помогли. Идите и пишите свой роман. Знаете, то, что здесь происходит, занимает меня куда больше, чем написание романа. А можно я задам вам один вопрос? Давайте. Вы тоже считаете, что я вру? Нет. Я ни в коем случае так не считаю. Но человеческая психика вещь загадочная. Значит, вы думаете, что я все это нафантазировала, весь этот разговор с женщиной? Нет, 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 нет. Просто если один путь ведет в тупик, значит, надо попробовать другой. Хорошо. Какой другой? Ну, для начала нужно перестать искать эту даму, а вспомнить, о чем она говорила. Вспомнила. Вспомнили? Она говорила, что это Мария Савишна искала какого-то детину в браслетах. Может быть, вот это и есть ниточка? Детина в браслетах? Это надо подумать. О, простите. Что? Hello. Не он? Хотя нет, он очень респектабельно одет. Ну что, может, кафе? Нет, спасибо. Соглашайтесь. Я правда, я останусь, еще подумаю, может быть, что вспомню. Ну ладно, а я пойду пить вино и есть пирожное. Приятного аппетита. Спасибо. Я обдумал вашу идею. Мы с партнерами все обсудили и считаем, что стоит рискнуть. Вы меня совершенно убедили. Я рад это слышать. Этот проект крайне важен для моей компании. Но главное — сохранить все в секрете. Не волнуйтесь об этом. Все пройдет идеально. Я вас заверяю. Работать в России бывает непросто, я знаю. Но я добьюсь своего любой ценой. Уверен, они примут теперь ваш план. Им придется привыкать. Таков мой стиль работы. Не люблю ходить вокруг да около. Прекрасно вас понимаю. Предлагаю пройти в ресторан и посмотреть еще раз в бумаге. Я предлагаю позвонить ему прямо сейчас и проверить. Да, конечно. Пожалуйста. Добрый день. Это говорит мистер Тейлор. Очень рад с вами поговорить. Алло. Алло. Черт. Пойдемте выйдем. Проклятие. Вечные проблемы со связью. Витя, я воровку поймала. Что делаем? Опять вы? Войдите. Признавайтесь, что у вас еще в запасе? Вы поставили свои цели уничтожить деловую репутацию моего консалтингового агентства? Что? Сначала банк Андроник. Теперь это вопиющая выходка в столовой. Да при чем здесь столовая? Да при том. Вы знаете, в чьи бумаги вы сунули свой длинный нос? Это был Корсаков. Корсаков Владимир Евгеньевич? Глава Корцарстроя? Вот именно. Он на Валаме строит гостиничный комплекс. Сейчас туда везет Стивена Макбрайта, английского архитектора с мировым именем. И здесь такая дикая выходка. Но я же не специально. Мне их документация не нужна. Конечно, вы перепутали бумажки. Ну, я просто собирала информацию. Мне показалось, что эти люди преступники. Вот и все. Вы знаете что? Единственный преступник, которого здесь вижу, это вы. Корсаков сейчас подозревает меня в том, что я подослал вас к нему как шпионку. Ваш деда Корсаков далеко не умный человек. Да, конечно, вы здесь образец сообразительности. Ну, зачем вы ляпнули, что работаете в Шелест Консалте? Вы, между прочим, уволены. Я уволена? Да. А вы что думаете, я вас здесь умолять, что ли, буду? Да я только рада, что не увижу больше вашей физиономии. А как я-то рад? Вы себе не представляете! Черт мой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...